Всем здравствуйте! У нас Суперлига, седьмой тур, третий мяч, третий матч к ряду. Левотек в К1 против команда Капкан. В составе же команда Левотек. Егор Яковлев, Корж, Евгений, Карлен, если я правильно понимаю, Керлен, Артур Нагайцев, Дмитрий, Кристия Ковцев, Александр Соломко и Олег Куц. В составе же команды Капкан, Богдан Кирилл, Богдан Кирилл на воротах, Олень, Михаил, Кирдар Павел, Камбук Олег, Комыч, Артем, Кондратенко Евгений, Благодар, Михаил, Билл, Карлентин, Малыкин, Александр. Ну, почему-то там стали Оленик Михаил, хотя в целом мы всегда называли его именно Олеником. Это, конечно, немножко... Пока я отсутствовал, комментировал премьер-лигу, в Суперлиге достаточно успешно выбились вверх, конкретно как именно лидерс, за счет своих каких-то перемещений, слаженной игры. У 5 этих очков, которые не заработали, сегодня плюс победа, поэтому, конечно, догнать их будет непросто. Но шанс всегда есть, я думаю, что и у команды из Суперлиги, любой, все еще есть шансы, учитывая второй круг, учитывая то, что 7 туров еще впереди можно много-много раз вступать. Но для этого нужны, конечно, предпосылки. Просто дырал Кипера. Отличный перехват от Кондратенко Евгения. Играет на Олейник Михаила. Прорыв по правой бровке. И достаточно жестко против Ногайцева Артура. Сыграл Малыхин. Но это не мешает, как мы видим, забивать сейчас. Очень быстрый мяч. Соломко. Нет, Соломко. Передача Ногайцева. Очень быстрый мяч. И это, кстати говоря, предпосылки задуматься. Почему-то я часто Капхан в быстрые голы пропускает, что, наверное, неприятно. Сегодня Казмирка Назара нет. Как минимум, будет сложнее организовывать атаки. Но Капхан команда, которая умеет удивлять. Возможно, нет всегда. Но все, характер у этого коллектива есть. Олейник. Михаил. Корж. Ошибку допустили. Как раз-таки Олейников Михаил. Потому что вряд ли уж так часто неправильно писали фамилию. А вот сегодня это странно. Олейников. Олейник под первым номером хорошо убегает на ударное пространство. Удар. Все-таки мимо. Ворот. Ну, достаточно неплохо. Егор Яковлев. Будет вводить. Люди лишний раз на этом назначать. Своё внимание. Малыхин. Малыхин. Камлук. На Малыхина. Кондратенко. Рако старается Леватек играть. Все игроки, наверное, команды Леватек и первого состава, и второго состава, причем, на самом деле, распределились они так чисто формально, прибавили в какой-то своей игре, уровень своей игры, что немаловажно. Перетягку, перебыл налево. Хороший перехват на опережение от Олейникова. Полыхин. Упускается уже мяч по правую бровку, и Третьяков с мячом. Борщ. Бомко на Третьякова. Ошибается, болит сейчас, конечно же, не прямо там грязно, но почему-то судьи дали играть. Видимо, обоюдка была в этой ситуации. Малыхин. Олейников не позволяет ему развернуться свободно. Борщ пытался пробурить напором каким-то, на мой взгляд, ну, что поделать. Не получилось. Снова Малыхин. Тапкан чаще с мячом. Дуль с мячом. Но их контроль не так остро смотрится и не так опасен. Тут стоит задуматься, почему. Нагайцев. Олег Кут. Олег Кут. Ошибается в непоперечной передаче, и тут же, как я понимаю, все четверки планируют менять. Капкан. Благодир. Справа ноги пробивал. Почему не проверить? Что там с вратарем? Капкан. Благодир. Еще один удар. Этот удар куда лучше, куда сильнее. Главой удар для Капкана. Штрафной и тут же тайм-аут. Друзья, вот так. Дальше. Олег Кут. Благодир. Благодир. Не ведите куда дальше, что я спал. А, да. Благодир. Погнали здесь. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Дротенко на Малыхина Олейников Ожидаемо для Нагайцева Вот такое решение, такой проброс Дротенко Олейников Олейников, хорошая, хлестка Возможность от Михаила Классно он убегает По-прежнему классно И что паркет, что искусственное Его скорость Мы видим, что непросто справляться Сила скорости Ну а здесь Кремов девятцы попадает на Нагайцев Тем самым Чуть-чуть заставляя задуматься Капкан Может быть не так всеми силами Нужно бежать в атаку Конлук Дротенко переводил Совсем точно Вот сейчас Можно обратить внимание Пытается остудить Контролем мяча Лево-дэк Но Капкан Не готов Мириться с этим Всеми силами Атакует Всеми силами Желает отобрать мяч Рен Капкан идет на седьмом месте А на восьмом месте Команда Титан И были у меня вопросы Почему же Титан Поддерживает Лево-дэк Да, понятно Теперь Чтобы перескочить Таблица выше Турнир Яковлев Малыхин просто идеально Прочитал ситуацию И грамотно Грамотно пробивает Полностью гол Который сам себе Организовал Сутболист Капкана Так что интрига У нас, друзья Будет Максимальная Малыхин Камлук И тут же удар От Камлука Темпом пытается взять На самом деле Сейчас Своего соперника Кратенко Быстро Камлук Но паса дал Не самый точный Рикошет был А Диватека Хотя нет По мнению Судьи И одного И второго Рикошета Не было Не придумал Куцарик Просто Топнул мяч Вперед Олейников Камлук Куцарик Друзья Звучит свисток Первый тайм окончен И пока что 3-2 Минимальная преимущество На стороне команды Леватек ФК1 Куцарик Продолжение следует... Алексей. Друзья, подключалась листовка и мы поехали. Тут же мгновенно просто помощь решается пробить, как мы видим. Вилык. Быстро отыграли фой-аут, корж, третяков. Как громадно. Технично на сломку. Опасное столкновение и желтая карточка для Богдана Кирилла, который считает, что он первый, но нет, друзья. Не на мяч он играет, а на игрока. Это нельзя так делать. Ну, Саламков вынужден будет. Сможет, сможет ходить. Хорошо, что, будем так говорить, все обошло. И штрафной удар. Саламков же и будет бить. По всей видимости, силу вложил в этот удар. Чтобы удивить голкипера, Богдан. Саламков от коржа. Не дает ему комфорта пробить. Саламков. Достает и корж. Достает. Бас правее. Карлет пытался перевести туда же, снова вперед на коржа. Если не проходит, все равно забирает мяч комфортно достаточно. Леводек и бас вроде хороший, но капитан не успевает. Богдан Кириллу. Набилыка. Кирилл навешивает. Седьмешка спаливается, мяч с ноги. Тут же вперед комбинирует склонокровно. Карлен пробрасывает. Ну, помощь вовремя возвращается. И попробуй там обыграй. Не просто, друзья, это будет сделать. Саламков. Вот же пока ноги завели. Завели Саламков здесь. Капгановцы. Спровоцировали достаточно агрессивный футбол. И, не скажи, из-за этого у нас такой фокус. Карлен. Сбрасывает назад. Третьяков. Макетон. Помощь. Пилык. Снова третьяков. Макета недоволен, друзья. А это у нас желтая карточка Пикердея. Он даже не совсем хотел как-то касаться, но слегка-то ногу зацепил. Этого достаточно было минимально даже для того, чтобы упал игрок команды Левотек. Страфной. Удается справиться с ним. Блок дано Кириллу. И тут же мяч к нему попадает. Бить не стал Кириллу. Ворота команды Левотек были пусты. Лишь совсем немного по времени. Кирилл. Да, слабая, вялая передача. Кирилл. Стратенко. Боробил прямо в Соломко. Малыхин. Классно, креативно пробрасывает, но Валеник очень быстро. Кирилл справляется. Задача сохранять мяч. Суду вперед. Сяков. Соломкова переводил направо. Но здесь хочется вспомнить про Назара и про его контроль мяча. Он организовывает умеет моменты. Кирилл. Мне кажется, его не хватает. Олейников. Малыхин. Ходная по исполнению передача. Третьяков ее перехватывает. Тут же пробует ускориться. Соленоваться с Олейниковым. Опережает одного, а второго уже попробует успеть. Судатенко. Олейников. Третьяков. Олейников ищет решение. Пробрасывает. Ударная позиция. Есть поддержка и от Богдана Кирилла. Слышно было, что говорил, что хорошо все, но классно действовал здесь. Партнер в команде. Главой, друзья, у нас касание было. Зайти. Паркет. 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 Классный разворот от Карлена. Камлук. Малыхин. Снова Камлук. Хорошая тонкая передача, но к ней не готов был Малыхин. Паркет. Олейников сориентировался более чем. Каилу дается еще один мяч реализовать всей командой. Нагайцев. Артур в разрез. Не до конца уверенно играет Богдан Кирилл. Малыхина. Малыхина сыграл на Оленикова. Тут непросто решение для себя выбирает и в итоге теряет мяч. И тут же, тут же болит. Ложил руки. Нельзя ложить руки на спину. Вот в эмоциях. В эмоциях. Есть в футболе сейчас первый номер. Капкана. Богдан. Куц опережает. Корж на Куца. Богдан Кирилл выручает здесь свою команду. Снова Корж. Олеников. Каилл. Пропытчив. Каилл. Вещества. Субтитры делал DimaTorzok 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 Малыкин. Хорошо принимают Олейников. Как это опасно. Собирается Яковлевская, Егор. Малыкин сохраняет мяч в пределах поля. 3 в 3. Снова нет численного преимущества в атаке, но есть функционно выгодная атака на ваших глазах. 3,5 минуты остается у нас до конца матча. 3-3, я напомню, счет. Слишком много троек. В положении... Тайм-аут сейчас просит лев-атэк. Надо им остановиться, надо им подышать. Юрий-псер «Автарен» Юрий-псер «Автарен» Непродукти «Автарен» Юрий-псер «Автарен» Прозвучал звездок. Попробует сейчас нарастить кремпи. Благодарит Карлену. Такой передачок. Ауткер, да. Олейников. Ой, как не просто такие мячи обрабатывать. Выиграла борьбу. Пекрасная самодача, правда, стул у нас. Андротенко, Малыхин. Керда, попробуй катить. Олейников хорошо обыгрывает. Дальше простреливает тот момент, где можно забивать. И что происходит? Совсем чуть-чуть не хватает. Вывести свою команду вперед, казалось бы, в матче, который не принадлежит команде «Капкан». Потому что они сыграли в такой сорванный футбол. Но при этом отыгравшись, смогли только что он выводить тебя вперед. И забирать три очка. А леватэк-то проседать все сначала. А «Капкан» наживает. Хватает у них сил. Повторюсь, есть нехватка. Назарок, Азмирука и Олейников Эдуардов. К примеру, для связки в глубине. Но как только первая четверка выходит, то контроль мяча лучше. Сейчас, наверное, самая сильная четверка «Капкана». Атакующая. По всей видимости, именно за победой хотят прийти сегодня «Капкан». Такой опасный эпизод. Корс недоволен. Понимаем, что был близко к тому, чтобы забить, если бы сразу не выключился. Малыхин. Отдает передачу на «Кердоу». Это был помощь, прошу прощения. Малыхин технично на Олейниковый сейф. Сейф от Яковлева. Очень хороший. Вроде бы удар был слабоват, но как он там разглядел момент удара. Вот что самое важное. Яковлев. Керда будет подчищать. Эмоционально Леватек этот эпизод восприняли, но времени не остается на самом деле, чтобы изменить счет у Леватека. Может быть, у Леватека и был шанс конкретно у Олейникова или Малыхина. Третьяков. Друзья, выходит время. Основное у нас 3-3. У нас боевая ничья. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok